Пермский край в этом году направит более 60 миллионов рублей на межрегиональные перевозки. О планах на средства рассказали сами игроки рынка. На составление проекта реконструкции колхозной площади в Перми заявились три компании. Одна из них снизила начальную цену более чем в полтора раза. В фестивале Пермский калейдоскоп отменен. Есть идея вернуть белые ночи. О планах работы министерства рассказала Галина Кокаулина. Новости на канале РБК Пермь. В студии Станислав Загаинов. Здравствуйте. Людмила Гаджиева освобождена от должности начальника городского департамента образования. Сегодня глава города подписал ряд кадровых назначений. В связи с разделением полномочий Людмила Гаджиева назначена заместителем главы администрации Перми. Она будет курировать социальный блок. Исполнять обязанности начальника департамента образования будет Ирина Петроградская, которая ранее возглавляла управление общего и дополнительного образования детей. Сегодня же заместителем главы города и начальником городского департамента ЖКХ назначен Сергей Романов. Ранее он занимал должность главы Ленинского района. Его место с приставкой ИО займет его заместитель Александр Власов. В 2017 году из краевого бюджета на субсидирование региональных авиаперевозок будет выделено более 60 миллионов рублей. В перечень субсидируемых маршрутов, размещенные на официальном сайте Федерального агентства воздушного транспорта, не вошли линии из Перми до Самары, Казани, Нижнего Новгорода, также Краснодара, Новосибирска и Волгограда. В рамках региональной программы развития транспортной системы профильным министерством предложено субсидирование этих авиарейсов без участия в федеральном софинансировании. Планируемый срок принятия постановления март 2017 года. Готовность к возобновлению ранее прекращенных маршрутов подтвердили перевозчики. В 2016 году из бюджета Пермского края на субсидии было направлено более 51 миллиона рублей. Субсидируемые авиаперевозки осуществлялись с тремя компаниями. В восьми направлениях это Киров, Нижний Новгород, Самара, Уфа, Казань, Нижний Камск, Краснодар и Новосибирск. В этих направлениях было перевезено порядка 19 тысяч человек. Проект реконструкции колхозной площади и прилегающих улиц Перми могут создать за 18 миллионов рублей. Комиссия вскрыла конверты с заявками. Всего на участие в конкурсе было подано три заявки. Одна из компаний готова выполнить работы за цену более чем в полтора раза ниже максимальной. Наибольшую цену за услугу предложил научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт Севзап Инштехнология. Компания из Петербурга готова разработать проект за 30 миллионов рублей. На сумму в 100 тысяч меньше предложила пермская организация проектная фирма Орта. Рекордно низкую сумму предложил институт по проектированию объектов дорожного хозяйства Республики Татарстан, оценивший работу в 18 миллионов рублей. Комиссия рассмотрит заявки участников в начале следующей недели. Реконструкция, кроме площади перед центральным рынком, должна затронуть части улиц Пушкина, революции Попова, улицы Куйбышева. Также проект должен учитывать обустройство трамвайной линии с учетом будущей реконструкции улиц Революции и вариант обособленного обустройства съезда с Куйбышева на улицу Краснова в районе стадиона «Динамо». Фестиваль «Пермский калейдоскоп» в этом году проводить не будут. Об этом сегодня сообщила исполняющая обязанности министра культуры края Галина Кокаулина. Бюджетные средства на мероприятие в этом году уже выделены, поэтому их распределят между разными структурами. В частности, будут увеличены бюджеты фестиваля «Джаз-лихорадка», празднования юбилеев театра-театра и Пермской художественной галереи. Сохранится также фестиваль уличных театров. Его финансирование в этом году составит 5,5 миллионов рублей. Кроме того, обсуждается возвращение фестиваля «Белые ночи», правда, не в 2017-м. И за этот год мы подумаем и посоветуемся, и примем предложения, и будем рады, если к нам придут с идеями. Если нам что-то понравится, мы обязательно обсудим, мы обязательно скажем, что вот есть 2-3 предложения. Кроме того, будут направлены средства на поддержку муниципальных культурных учреждений, более 67 миллионов рублей, на деятельность театров в малых городах края 29 миллионов, на укрепление материально-технической базы еще 33. Далее прогноз погоды. Оставайтесь на РБК. Следующий выпуск уже через час. До встречи. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»